Лицеисты и педагоги отметили Новый год на сцене. В учреждении прошел конкурс «Танцы с учителями». К творческому поединку старшеклассники готовились целый месяц. В итоге предстали перед жюри и зрителями, певцами из разных десятилетий. Подробности у Татьяны Максимовой. В этом году тематика конкурса «Знаменитые личности». В лицей пожаловали Лолита, Филипп Киркоров, Майкл Джексон, Валерий Леонтьев и мультипликационный герой Гринч. В гонке за звание самого танцующего класса поборолись 16 команд. Фестиваль «Танцы с учителями» – это возможность одноклассникам, родителям и педагогам пообщаться в неформальной обстановке и посмотреть друг на друга иначе. Этого события ждут и готовятся к нему не один месяц. У нас был Майкл Джексон, но мы взяли два учителя как за одного Майкла Джексона. Мы связали два танца – это Билли Джин и Бет. Мы подготовили номер буквально за четыре дня. И все очень так в суете проходило. Но это помогло нашему классу еще больше сплотиться. У нас была тематика новогоднего танца. То есть мы выбрали разные мультики и соединили их в один номер. И получилось очень интересно и необычно. Мы выбрали специально героя, который будет очень узнаваемый. Это же СМИ. Эта подготовка была на самом деле очень сложная, потому что были недоговоренности, разногласия. Но мы справились, у нас все получилось, и мы этому рады. Педагоги и ученики предстают перед зрителями в разных образах. От такого разнообразия членам жюри стало еще труднее выбирать победителей. Знаете, не каждый год принимая участие, с каждым годом все планка растет, растет, растет. Креативнее, ярче. Но и учителя раскрываются. Вау. Это здорово, когда ученики танцуют вместе со своими учителями. И учителя танцуют со своими воспитанниками. Это очень здорово. Жюри выбирало победителей, оценивая не только профессиональный подход, но и уровень эмоций зрителей. И вот он, самый волнительный момент – объявление команды призера. Гран-при новогоднего шоу «Танцы с учителями». Пожалуй, первый в истории. Почему, скажу. Получает десятый веб-банк. Вы знаете, я уже участвую, наверное, лет восемь. И у меня ни разу не было гран-при. И, конечно, эмоции переполняет. Очень крутое, очень позитивное настроение. Ребята все молодцы, все отработали на все сто. И, соответственно, получился результат. Для остальных команд это не повод расстраиваться, а мотивация для совершенства. Танцующих становится все больше, постановки все профессиональнее. А значит, шоу в 2020 году получит продолжение. Татьяна Максимова, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.